Это программа Рикошет в эфире Дэвидзон Радио и телеканала RTN. Мы возвращаемся после большого перерыва. Как я говорил ранее, мы перевели на русский язык полное интервью Дональда Трампа, Илону Маску, чтобы наши зрители и слушатели могли послушать речь кандидатов президента от республиканской партии, и взвесить риторику, понять, о чем Дональд Трамп действительно говорит. Максимально приближенная к настоящей речи Дональда Трампа мы перевели на русский язык и, в общем-то, сейчас вам представим. Приношу свои извинения за столь позднее начало. К сожалению, на наши серверы была совершена массированная атака. Наши серверы отказали в обслуживании, это перегрузило все наши линии передачи данных. Но для меня большая честь вести этот разговор. Я хочу подчеркнуть, что это именно разговор, и он действительно предназначен для того, чтобы просто понять, каким человеком является Дональд Трамп в обычном разговоре. Трудно составить представление о человеке, если не слышать его собственной речи. Когда проходит враждебно настроенное интервью, никто не может быть самим собой. Поэтому мы нацелены на непредвзятых, независимых избирателей, которые пытаются определиться. Так что вы можете понять, что это за беседа. Итак, Дональд, рад был пообщаться. Вчера у нас была отличная беседа. Вы вчера сказали, было бы хорошо, если бы мы записали этот разговор и опубликовали его. Но мы этого не сделали. Поэтому я надеюсь, мы сможем сделать что-то подобное сегодня. Надеюсь, получится. Я думаю, что получится. Я почти уверен, что получится. И поздравляю, потому что, как я вижу, вы побили все рекорды. Столько миллионов людей здесь, и это большая честь. Мы рассматриваем это как честь. И к тому же вы хотите заставить замолчать некоторые голоса. Обычно это голоса, которым есть что сказать, и часто они конструктивны. Поэтому мы расцениваем это как честь для нас. И поздравляю вас с тем, что сегодня вы побили все рекорды в своей соцсети. Это здорово. Спасибо. Может быть, мы начнем с покушения, которое было неслыханным. Я должен сказать, что ваши действия во время этого покушения были вдохновляющими. Вместо того, чтобы уклоняться от происходящего, вместо того, чтобы пригибаться, вы подняли кулак в воздух и сказали, сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь. Президент Соединенных Штатов представляет Америку. И я думаю, что это и есть Америка. Америка — это сила под огнем отчасти. Поэтому я с радостью поддержал вас в качестве президента США за то, что этот срок... Здесь просто было что-то невероятно вдохновляющее. Но что было это для вас? Наверное, что-то не очень приятное. Неприятное, конечно. Я бы сказал, что там была кровь. Там были люди с кровью. Я не знал, что у меня... Что у меня так много крови. Позже врачи сказали мне, что ухо — это место, которое... В общем, много крови там. Но в данном случае это была, пожалуй, наилучшая альтернатива, которую можно было бы представить. Потому что ранение произошло под правильным углом. И знаете, это было... Это было сильное ранение. Да, очень. Я быстро пригнулся. Это было после, как пули пролетели прямо над моей головой. Так что я практически упал. И я рад этому. Еще большим чудом было то, что я смотрел точно в направлении стрелка. И поэтому пуля попала в меня под углом. И ранение было менее ужасным, чем могло бы быть, если бы она вошла под другим углом. Это было чудо. И для тех, кто не верит в Бога. Я думаю, нужно задуматься об этом. Это было удивительно. Я повернулся под идеальным углом к диаграмме по эмиграции, которое показало, насколько цифры велики. Теперь я люблю эту диаграмму. Это было... Может быть, это был знак? Да-да, я тогда сказал, посмотрите на эту диаграмму по эмиграции. Это была буквально одна восьмая доля секунды, когда все совпало. Если бы чуть позже, то все закончилось бы катастрофой. Но, как вы знаете, мы потеряли замечательного человека. Кори, пожарного, великолепного джентльмена, великого трамписта. Он был просто фантастическим. Семья и сам человек были замечательными. Илон сказал, что хотел бы помочь этой семье. И я сказал, как здорово. Он спросил, если я не против. Конечно, я не против. И он выписал чек на миллион долларов и отдал его жене. Это очень приятно, если честно. Она замечательная. Семья замечательная. Врачи в районе Баттлера, говорю вам, они были невероятны. Они спасали двух других парней. Их сильно ранили обоих. Мой первый вопрос был, сколько человек было убито. Потому что у нас там была огромная толпа. Огромная. Тысячи и тысячи людей. Там не было свободного места. Было много людей. И они сказали, что мы пока не знаем. Но некоторые люди серьезно пострадали. Я должен отдать должное снайперу из секретной службы. Он был выдающимся стрелком. В этой суете он мог разобраться в ситуации за пять секунд и застрелить его. Он использовал всего одну пулю с очень большого расстояния. Наверное, около 400 футов. Стрелок был на расстоянии 130 футов. Но он был на противоположной стороне поля. И снайпер увидел дым от оружия. Сразу распознал это и мгновенно выстрелил. И это был всего один идеальный выстрел с очень большого расстояния. И если бы этого не произошло, у нас было бы много жертв. У него ведь было много патронов. Много патронов, да. И к тому же, кажется, он был компетентен. И, кажется, произошли какие-то ошибки в системе. Как так получилось, что стрелок оказался на крыше в 130 футах от вас? Это же безумие. Ну, знаете, я рассматриваю это с двух сторон. На крыше не должно быть никого. Но там были люди, потому что было много зрителей. Десятки тысяч людей. И были люди, которые видели его. Там была одна женщина в красной футболке с надписью «Трамп». Она кричала, у этого парня оружие. Вы наверняка это видели в соцсетях. Как, черт возьми, люди кричат, указывая на парня на крыше с оружием. Они это видят, но никто почему-то не обращает на это внимания. Да, но они извлекут из этого урок. Там был полицейский, который, насколько я понял, видел этого парня с оружием. Он даже направил на него пистолет. И полицейский ушел оттуда, чтобы разобраться, что происходит. Но события происходили слишком быстро. К тому моменту уже началась стрельба. Я даже думаю, что эта ситуация заставила стрелка поторопиться. Дон и Эрик, мои сыновья, они не могут поверить в случившееся. Это они сказали мне, что стреляли со 130 футов. И это не было слишком дальней стрельбой. Вот, у человека из секретной службы была дальняя стрельба. У него было в три раза больше расстояния вообще-то. Я должен сказать кое-что о секретной службе. Когда я пригнулся, в момент, когда стреляли, и это случается на стадионах, на футбольных матчах, все убегают. Они называют это давкой, как у скота. Но в давке гибнут многие. У нас было много людей, и они как будто бы хотели быть со мной. Никто не бежал. Тысячи, десятки тысяч людей. И много прессы. За всем этим наблюдало множество камер. Именно это и делает произошедшее таким необычным. Иногда случаются вещи, которые не так хороши. Да, он попал в меня, но в целом он вроде как промахнулся. Но могла бы быть гораздо большая проблема. Ну, я думаю про ваши действия в этом огне. И нахожу достойным восхищение, потому что в таких обстоятельствах нельзя подделать храбрость. Мужество либо инстинктивно, либо его нет. Это не отрепетированное действие. И поэтому я просто хочу сказать, что многие люди восхищаются вашим мужеством под огнем. Большое спасибо. Я ценю это. В этот момент я, конечно, не думал об этом. Я просто хотел встать. Я хотел, чтобы люди знали, что я чувствовал себя хорошо. Когда они меня прикрыли, это было очень сильно, очень храбро. Но я хотел встать. Я сказал, дайте мне встать. Они еще хотели положить меня на носилки. Мне это не понравилось. Тогда я знал, что пуля попала мне в ухо. И только в ухо, никуда больше. Хотя им показалось, что были другие ранения, потому что было очень много крови. Они даже не понимали, жив ли я. Никто не знал. И тогда я поднял кулак. И это было просто облегчение, счастье и восторг. Люди просто сходили с ума. Это было потрясающе. Это было ужасно. Но это было по-другому. Если говорить о диаграмме, которая заставила вас повернуться и которая спасла вам жизнь, это был слайд о нелегальной эмиграции. Давайте поговорим об этом. Нелегальная эмиграция спасла мне жизнь. Но я должен был находиться именно под этим углом. Да, это отличная фраза. Да, я должен был оказаться именно под этим углом. Это невероятно. Ведь диаграмма, которую мы использовали, применяется менее чем в 20% случаев. Обычно мы не используем ее для шуток. Но тогда была совсем другая история. В общем, это акт божий. Это чудо. И я польщен этим. Так, а что вы собирались рассказать о нелегальной эмиграции, пока вас грубо не прервали? Кстати, я собирался рассказать, какие хорошие цифры. Мы вернемся в Батлер, наверное, в октябре. Батлер – это большой, это отличный район. Это невероятные люди. И что касается диаграммы, на моей последней неделе у нас были лучшие показатели нелегальной эмиграции. Она была на самом низком уровне. Вы видели этот график? Он довольно известный. Это была самая низкая точка в эмиграции из когда-либо зафиксированных. А правильно ли будет сказать, что вы за легальную эмиграцию, но при этом нам нужно закрыть доступ к нелегальной эмиграции и особенно к нелегальной эмиграции без проверки? Потому что, знаете, это не то же самое, что сказать, что все нелегальные эмигранты плохие. На самом деле, я думаю, что большинство людей, которые являются нелегальными эмигрантами, на самом деле хорошие. Но вы не сможете увидеть разницу, если не будет надежной базы для тех, кто пересекает границу. Это отражает вашу позицию? Думаю, да. Я думаю, все очень просто. Они должны приезжать легально. Они должны быть проверены. Смотрите, Камала занималась пограничной зоной, хотя она это отрицает. Все, что я делаю, она говорит, чтобы усилить границу. Но ей не нужно говорить. Она же может закрыть ее прямо сейчас. Они могли бы сделать все прямо сейчас. Это ужасно. Никаких налогов на чаевые. Вдруг она произносит эту речь и говорит, что налога на чаевые не будет. Я говорил об этом несколько месяцев назад. Я считаю, что в нашу страну приехало более 20 миллионов человек. Многие приехали из тюрем, из психиатрических лечебниц, или в более широком смысле из психушек. И многие из них террористы. И вот что я вам скажу. Они приезжают не только из Южной Америки. Они приезжают из Африки. Они приезжают со всего мира. Они приезжают из Азии. Они приезжают с Ближнего Востока. Они приезжают из стран, которые глупые и ужасные. Бомбят Израиль. 7 октября. Они приезжают оттуда. И знаете, как бы ни звучало это грустно, но 7 октября никогда не должно было бы случиться. Это очень печально. Посмотрите на Украину. Этого не должно было случиться. У нас дефектное правительство. Это дефектные люди. Это не те люди, которые должны управлять. Но лучше всего это видно на границе. Потому что у нас миллионы людей приезжают в месяц. А потом она встает и пытается притвориться, будто бы собирается что-то сделать. У нее было 3,5 года. И, кстати, у них есть еще 5 месяцев. Они могут что-то сделать, но ничего не сделают. Это все разговоры. Она компетентна. А он некомпетентен. И, честно говоря, я думаю, что она на самом деле более некомпетентна, чем он. И это о чем-то говорит. Да, безусловно. Нужно обезопасить выборы. И поэтому просто необходимо иметь безопасную границу. Иначе мы не сможем функционировать как страна. И знаете, я скажу как человек, который является легальным иммигрантом. На мой взгляд, большинство нелегальных иммигрантов на самом деле хорошие, трудолюбивые люди. Это мое мнение. Но некоторые нет. И получается своего рода процесс неблагоприятного отбора. Знаете, это как дома в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке по сравнению с другими частями света или даже другими местами в Америке. Если вы попытаетесь остановить человека, который вас грабит, вас арестуют. Да, правильно. Посмотрите, что происходит с преступностью. Наша полиция такая хорошая, но им не дают делать свою работу. Я должен сказать вам кое-что. Хотя говорить это неприятно. Я ненавижу говорить это. Я ненавижу это. Но есть много людей, которых просто не должно быть. Я думаю, их гораздо больше, чем вы думаете. Например, Венесуэла. Их преступность снизилась на 72%. Посмотрите, они забирают своих наркоторговцев, они забирают своих заключенных, они забирают своих преступников, своих убийц, насильников. Вот что значит Кастро. Но они так делали всегда. Да, но они делали это в гораздо меньших масштабах. Вы знаете, это был гораздо меньший масштаб. Вот что происходит. Преступность во всем мире снизилась. Вы знаете, что это преступность от мигрантов, которые теперь приехали к нам. Я видел сегодня в Нью-Йорке, кто-то где-то был убит ножом. Где-то они изнасиловали девушку. Это сделал мужчина, который находился в Нью-Йорке в одном из приютов. Люди начали доставать ножи. Сегодня случаются плохие вещи. И это происходит каждый день. Это люди, которые должны сидеть в тюрьме за убийство и всякие другие вещи. А они выпускают их в нашу страну. Потому что кто-то сказал им, если они вернутся, их убьют. Им вынесут там смертный приговор или убьют их. Поэтому они не хотят возвращаться. Но это суровые люди. Это преступники, на фоне которых наши преступники выглядят как милые люди. Так что Камала причастна к этому. Вы не можете позволить, чтобы им сошла с рук эта компания. Теперь она пытается сказать, что на самом деле она не участвовала. И это ужасно. Она была полностью во власти. Она могла бы перекрыть границу и без него. Он все равно не знал, что она делает. Он бы даже не понял, что произошло. Но независимо от того, идет ли речь о намерениях или компетенции, в любом случае у нас нет безопасной границы. И люди переходят ее так, что порой это выглядит как зомби-апокалипсис. Знаете, иногда приходится задаваться вопросом, реально это или нет. Я видел, когда был на границе выгл пас в Техасе, я видел это своими глазами и такой, ну ладно, это реальность. Я просто прилетел туда в один прекрасный день и посмотрел, это выдумка или реальность. И я вижу, как люди пересекают границу. Я должен сказать, что по крайней мере люди, которых я видел, не выглядели дружелюбными. Хотя люди могут посмотреть на мое видео и сказать, знаешь, эти люди выглядят дружелюбно в отличие от тебя. Илон не был бы тем же человеком, если бы ему пришлось переходить границу и смотреть этим людям в глаза. Это грубые люди, это очень грубые люди. Это люди, которых мы не хотим видеть в нашей стране. И знаете, караваны прибывают. Кто это делает, как не главы стран. И причина, по которой их число гораздо больше, чем вы думаете, заключается в том, что они также привозят своих непроизводительных людей. Это не те люди, которые будут вас убивать. У нас их достаточно. Но это люди, которые непродуктивны. Я имею в виду, что по каким-то причинам они не хотят работать. Неважно по каким. И эти страны во многих случаях избавляются от непродуктивных людей в караванах. Я видел рекламу Камеллы о том, что она собирается обеспечить безопасность границ. Но она занималась этим три с половиной года. Три с половиной года. И у нас 20 миллионов человек. Да, я думаю, что, откровенно говоря, это фундаментальная проблема для Соединенных Штатов. И если у нас будет еще четыре года открытых границ, то будет еще хуже, чем было последние три с половиной года. Я не уверен, что мы готовы к этому. У вас не осталось страны, Илон. Если они сделают это, у вас будет 50-60 миллионов человек со всего мира, а не только из Южной Америки. Вы знаете, мы говорили о Южной Америке, о Гондурасе, о Сальвадоре, Гватемале и Мексике, то есть о четырех странах. Но вы должны были видеть сегодняшние новости из Нью-Йорка. Я люблю это место. И то, что они с ним делают, просто ужасно. А суды только и делают, что пытаются сфокусироваться на Трампе. Хорошо. Тогда давайте сосредоточимся на Трампе, который не сделал ничего плохого. Я жалуюсь на фальсификацию выборов. А они не хотят возвращаться. Они не вернутся. Они приезжают из Африки. Они приезжают из Азии. Они приезжают с Ближнего Востока. Они приезжают из Южной Америки. И есть очень много действительно плохих людей. Но это просто повсюду на Земле. И просто невозможно, чтобы Соединенные Штаты поглотили всех жителей Земли. Или хотя бы несколько процентов остальных жителей Земли. Это просто невозможно. Знаете, мы просто должны покончить с этим. У нас будет самая большая депортация в истории. Я победил Байдена. Он потерпел поражение на дебатах. И знаете, некоторые люди сказали, О, Боже, как жаль. Жаль, что он так плохо выступил. А я хорошо выступил на дебатах. И в первый вечер они сказали, Вау! Один из сотрудников СНН сказал, что это было бы лучшее выступление на дебатах, которое он когда-либо видел. А через два дня об этом уже не говорили. Они просто сказали, что он был плох. Это был переворот. Президент Соединенных Штатов не хотел уходить. И они сказали, что мы можем сделать это по-хорошему, а можем по-плохому. Ну, они просто вывели его за сарай и, по сути, застрелили. Что они делали с этим парнем? Я не его поклонник. Он был ужасным президентом. Худшим президентом истории. И одна из причин, почему он был таким плохим, это израильская атака. Никогда бы не состоялась. Россия никогда бы не напала на Украину. И у нас не было бы инфляции. И у нас не было бы афганской неразберихи. И у нас не было бы Афганистана. Уберите несколько таких событий, и мы получим другой мир. А еще у нас не было бы инфляции, вызванной нефтью. Я думаю, что вы делаете замечательный вывод, который заключается в том, что другие страны могут подумывать о вторжении или совершении плохих поступков. Когда они думают об этом, они думают о том, что же сделает американский президент. Боятся ли они американского президента? Или есть кто-то, кого они не уважают и не боятся? Но я думаю, что определенно боятся. Я имею в виду, посмотрите на кадры вашего покушения. Они говорят, президент Трамп такой, лучше с ним не связываться. Я имею в виду, что очевидно, их совсем не запугал Байден. И уж точно не запугает Камела. И вы должны действительно думать о контексте глобальной безопасности. Если американский президент это человек, которого боятся злые диктаторы, то это имеет огромное значение для безопасности всего мира. Поэтому у меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на мистификацию с Россией, которая продолжалась более двух лет. Просто мистификация, созданная Хилари Клинтон и Адамом Шиптишем. Просто плохими людьми, больными людьми. Я очень хорошо знаю Путина. Я очень хорошо с ним ладил. Он уважал меня. Но это одна из важных вещей. И мы с ним много говорили об Украине. Она всегда была в поле его интереса. Но я сказал, никогда не делай этого. Никогда не делай этого. Я же закрыл Северный поток-2. Это был большой нефтепровод. Я думаю, самый большой нефтепровод в мире, идущий через всю Европу. Я закрыл его. Однажды он мне сказал, если ты мой друг, то я не хотел бы видеть тебя врагом. А я перекрыл его трубопровод. Самый большой трубопровод. А этот жалкий президент пришел туда, и первое, что он сделал, это закрыл трубопровод Кистон-Эксел. Наш трубопровод, на котором было изъято, на котором было занято 48 тысяч человек. Это была, знаете ли, огромная работа, которую Обама отказался разрешить. Я разрешил ее в первую же неделю, потому что это были рабочие места, и по нему транспортировалась нефть. И, кстати, гораздо более экологичным способом под землей. Это не грузовик или поезд, которые могут загореть.